Здравствуйте! Продолжаем наш разговор, тема всё та же, постмодернизм. И, как я обещал, я обращусь на этот раз к философам. Мы уже поговорили о многом, связанном с постмодернизмом. Мы затронули искусство. Я рассказал вам о Золотом Сечении, о Тфибоначчи, рассказал вам о Бахе, рассказал о Глине Гулде, о многих вещах. Но, как говорится, надо выполнять свои обещания. Но для начала преамбула. Если кто-то, послушав меня, мой рассказ о философах, а я выбрал одного для начала. Это будет Мишель Фуко. Так, сразу хочу предупредить. Если кто-то, высмотрев это видео, этот ролик, должен, предположим, пойти и сдавать экзамен по философии, то тут я хочу дать такому человеку совет. Лучше послушать не меня, а скажем Елену Павлову. Я внизу под видео дам ссылку. Она доцент, преподаватель, преподает философию в академическом вузе, если память не изменяет, в Ростовском университете. А зачем я обо всем этом говорю? Дело в том, что я рассказываю, и тот, кто следит за моими видео с самого начала, а я свою страничку открыл уже несколько лет назад, мог заметить, да и, наверное, заметил, что академической точки зрения я очень часто не придерживаюсь. Я излагаю свою субъективную точку зрения на тот или иной вопрос. И меня, скажем, человек искусства, философ или еще кто-то там, композитор, художник, неважно, интересует в первую очередь с точки зрения вот такой субъективно личной. А что мне лично этот человек дал? Дали его взгляды, дали его фильмы, дала его музыка, дали его рассуждения, его биография, жизнь, да все что угодно. И, естественно, тут происходит своего рода столкновение. Я не хочу сказать, что все, о ком я рассказываю, вызывают во мне такое вот чувство протеста, и мне хочется с ними сразиться. Ну, видите, я присвоил своему каналу название «Записки воинствующего Сиборита». И, в общем-то, Сиборитом я был и остался, и воинствующим остался тоже, но, опять же, кто внимательно, ну, у кого хватило терпения, естественно, слушать меня, каким я был четыре года назад и каков я сейчас, то может заметить, что я как человек меняюсь. И это, на мой взгляд, нормально, поскольку, прочитывая что-то, узнавая, проникая там, не знаю, в какие-то вопросы, тайны, мне до той минуты неведомые, да, сталкиваешься, естественно, сталкиваешься, но враждебности здесь никакой нет, а просто, а просто меняешься. И я никогда не избегал этого. Я и посты ваши читаю вот именно такими глазами, когда вдруг человек не соглашается со мной, пишет что-то такое, ну, чего вроде бы я не думал или не хотел сказать, а так получилось, что оно каким-то образом сказалось. И я не пытаюсь, не стараюсь, да и не делаю этого, не отмахиваюсь, а пытаюсь понять, а, да это ведь другая точка зрения, а вдруг эту точку зрения не надо так вот сразу откидывать, а есть под ней что-то. И некоторые точки зрения, да, действительно влияют, и я о каких-то вещах потом, какое-то время спустя, начинаю высказывать какие-то иные соображения, которые до этого не высказывал. И вот поэтому, собственно, мне и хотелось сделать эту преамбуру. Если кого-то интересуют действительно вот академические знания, знания, которые позволят сдать экзамен, ответить правильно на поставленные экзаменатором вопросы и прочее, то повторюсь, да, вот видите, даю отсылку к Елене Павловой. На самом деле она не единственная, но просто так уж надо на кого-то всё-таки сослаться. А если кого-то, философ, в данном случае Мишель Фуко, занимает с другой точки зрения, занимает именно как личность, как человек, который тоже менялся и который вначале говорил одно, потом говорил другое, и если вообще задаться целью, изыскивать там какие-то противоречия между этими суждениями, то без особого труда это можно сделать. Так вот, о таком Мишеле Фуко я и попробую рассказать. И ещё, ну, раз уж начал преамбулу, надо высказать всё, что я думаю по этому поводу, прежде чем начну основной свой рассказ. Мишель Фуко нельзя его расценивать исключительно как правозвестника постмодернизма. Он и сам так не считал, и не думал, и вообще занимался, ну, как он считает, совершенно другими вопросами. Но так оно получилось. И поэтому, когда я буду опять же рассказывать о Мишеле Фуко, то я не поставлю перед собой задачи разобрать всю его философию, проследить все его книги, он очень много написал. Я выберу то, что вот подпадает, подходит, как мне это представляется, к той теме, которую мы с вами затронули. То есть, что из того, что сделал Мишель Фуко, можно расценивать как нечто, что легло вот в основание фундамента вот этого постмодернизма, который возник. Хотели мы того или нет, и сам Мишель Фуко хотел или нет, не имеет значения. Он возник, он существует, существует, он есть наше сегодня. Мы в этом постмодернизме живем. Это моя точка зрения. И, повторюсь, из Мишеля Фуко я буду стараться извлекать именно эти аспекты. И еще, тоже, к чему надо приготовиться. Будут отступления. Наверное, много. Я вот написал себе конспект, он достаточно велик. Я сейчас начну двигаться по этому конспекту, но, как всегда, у меня не могу обещать, что все, что я здесь написал, вот так вот перескажу и только. Я буду наверняка отвлекаться, и уж кто привык меня слушать и привык к этим отступлениям, думаю, примет их как нечто естественное. Ну, а кому они мешают и кого они раздражают, то, как говорится, увольте, и я такой. И по-другому я рассказывать не умею. Итак, Мишель Фуко. Французский философ. Ну, так его обычно называют. Ну, даты жизни надо привести. Родился в 1926 году, умер в 1984. То есть, видите, в общем-то, человек, недавно живший, во всяком случае, с исторической точки зрения, это почти что сегодня. Ну, что еще о нем говорят, и что я тоже должен сказать. Это, во-первых, теоретик культуры и историк. Он является создателем первой во Франции кафедры психоанализа. О психоанализе у нас тоже был разговор. Многое рассказывал. И о Зигмане Фрейде, и о Карле Густаве Юнге. Ну, вот во Франции кафедры, в университете, во всяком случае, такой не было. И вот Фуко ее создает. Ну, и поэтому приготовьтесь, что в процессе рассказа будут, естественно, отсылки и к Фрейду, и к Юнгу. Фуко был преподавателем Фуко психологии в высшей нормальной школе. Ну, это немножко странно звучит, нормальная школа. Ну, это так дословно переводится с французского. Это очень и очень престижное высшее учебное заведение во Франции. И в университете города Лиль тоже он преподавал. Заведовал кафедрой истории систем мыслей в колледже де Франц. Видите, еще одно учебное заведение вам назвал. Я потом назову и еще какие-то, в которых он, ну, если не преподавал, то читал лекции, выступал с какими-то там докладами и прочее. Он был представителем культурным, ну, так можно сказать, или представителем культуры, наверное, так правильнее звучит, Франции в нескольких странах, в Швеции, Польше и ФРГ. Ну, видите, я говорю ФРГ, не Германия, поскольку дело происходило еще до падения Берлинской стены. И вы помните, что тогда Германия как бы состояла из двух частей, двух половинок. Была ГДР, Германская Демократическая Республика, которая находилась, ну, в сфере влияния СССР. И была другая Германия, которая примыкала к западной Европе, поэтому ее принято называть не Германией, а Федеративной Республикой Германии. Ну, кстати, сегодня всю Германию называют так, но не буду об этом. Еще, что надо сказать о Мишеле Фуко. Он является одним, являлся, умер уже, да, из самых таких наиболее известных представителей антипсихотрии. Не удивляйтесь, что такое слово я произношу. То открыл кафедру, на которой преподавал психоанализ, психологию, и в то же время являлся представителем антипсихотрии. Я сейчас не буду развивать эту мысль, я к ней вернусь потом, поскольку это очень важный момент в биографии Мишеля Фуко. Видите, само по себе его биографию я не пересказываю, я не думаю, что это очень интересно, значительно интереснее, во всяком случае, мне и, думаю, вам, его вот именно научная деятельность, деятельность как философа и так далее. Как я уже сказал, Фуко написал много-много книг. И это были книги, посвященные совершенно разным темам. Там и имели место социальные науки, к которым он обращался. Писал он о медицине, писал о тюрьмах, писал о проблеме безумия и о сексуальности. И вот все эти книги, эти работы, эти его выступления, а это были не всегда книги, иногда это были просто курсы лекций, которые потом уже задним числом превратились в книги, и, в общем-то, были изданы после смерти Фуко, поэтому назвать это книгами в прямом смысле слова вроде как нельзя, но, тем не менее, мы их сегодня держим в руках, читаем, я читаю. И вот эти книги, вот эти все труды, эти его размышления, эти его выступления, сделали его одним из, ну, наверное, если не самым, то одним из самых влиятельных мыслителей 20 века. В 1940 году Фуко, ну, маленький еще, учился в иезуитской школе. Видите, как начинается его образование. Иезуитская школа, это был такой лицей Генриха IV, ну, на всякий случай я называю, чтобы не быть, что называется, голословным. А в 40-м году, то есть до 40-го учился в иезуитской школе, а в 40-м перешел в колледж Святого Станислава. То есть опять образование, ну, такое, в общем-то, с религиозным уклоном. И тем не менее, тем не менее, а может быть, как раз и поэтому, и в колледже, и в лицее, видите, я произносил колледже, а не колледже. Ну, по-французски пишется колледж без этого Д, поскольку я выписывал конспект, естественно, читая разного рода литературу, поэтому вот пытаюсь произносить колледж именно как произносили его французы или произносят. Так вот, в этом колледже и в этом лицее он был одним из лучших учеников, получал регулярно всякие награды и прочее, и отличался по предметам. Сейчас просто перечислю. Например, в французском языке, в греческом, латинском, английском. То есть, видите, сколько языков человек знал, а еще получал награды, вот проявляя совершенно какие-то удивительные познания в области истории и философии. Ну, такое вот с детства вундеркинт своего рода. В 43-м Фуко получает степень бакалавра, то есть, заканчивает это свое образование в младших классах, так скажем, и готовится поступить в высшую нормальную школу. Ту самую высшую нормальную школу, в которой потом он станет преподавателем. Как я уже сказал, это очень и очень престижный парижский вуз. Но для того, чтобы поступить в эту школу, значит, ему надо было подготовиться. И вот он два года учится на подготовительных курсах в лицее Генриха IV в Пуатье. То есть, видите, опять же, пересекается с ивзуитами, с религиозными всякими вещами и прочее. Но религиозный аспект я оставлю в стороне Фукова, в общем-то, никогда, во всяком случае, в своей последующей жизни, когда становится психологом, философом, человеком, рассуждающим об искусстве, культуре, о психиатрии и прочем, то никаких там религиозных аспектов вы у него не заметите. Как-то он сумел себе это изжить или это не проникло в него. Но тут произошло одно важное событие. Вот пока он учится на этих самых подготовительных курсах, то там, в этом лицее, был такой преподаватель. Надо обязательно назвать его имя. Это Жан-Ипполит. А этот Жан-Ипполит был не просто преподаватель. Это был человек, который перевел с немецкого, естественно, на французский феноменологию духа Гегеля. И вообще был, ну, таким очень и очень большим, серьезным знатоком и поклонником Гегеля. И вот эту свою любовь, что ли, к Гегелю, он передает юному Фуко. И вот благодаря этому Жану-Ипполиту Фуко увлекается философией Гегеля. Ну, если бы был один Гегель, ладно. На самом деле Фуко увлекают и другие вещи. Он в то же самое время, опять же, вот, не без помощи этого Жана-Ипполита знакомится с творчеством. Ну, видите, я говорю слово творчество, хотя здесь, наверное, надо бы сказать как-то иначе, ну, пускай будет творчество Ницше, Карла Макса и Зигмунда Фрейда. То есть, видите, какое образование складывается вот перед тем, как Фуко вступит уже вот в серьезную жизнь. В 46-м году Фуко наконец поступает в эту высшую нормальную школу. Ну, здесь надо оговориться, это настолько престижное заведение и настолько трудно было туда поступить, что вот, видите, даже Фуко, даже, который вот проявлял столько всяких склонностей, интересов, познаний и прочего, с первой попытки поступить туда не сумел. И почему он проучился в лицее вот с этим Жаном Ипполитом два года? А потому что после первого года не прошел. Не прошел, ну, сдал экзамен, но оказалось, что не добрал достаточное количество баллов. Там на самом деле были не баллы, по-другому все это оценивалось, но не буду погружаться в такие частности. В 46-м году, как я сказал, наконец ему удается взять и этот рубеж, и его принимают в эту высшую нормальную школу. И здесь в жизни Фуко начинаются проблемы. И проблемы такие вот, ну не то чтобы странные, они не странные на самом деле, их можно было предвидеть. Дело в том, что там в этой школе, высшей нормальной школе, надо было приспособиться к коллективному образу жизни. А Фуко был всегда, ну, таким, что ли, замкнутым несколько человеком, человеком в себе. И коллективизм этот ему, ну, претил. И он вот, ну, никак не может найти общий язык со студентами, конфликтует и прочее. И эти конфликты иногда заводят его в такие дебри, в такие состояния, что даже возникает желание бросить школу и прочее. Но он ее не бросает, он в ней продолжает учиться. Тем не менее, переживания невероятно глубокие. И здесь я должен назвать одну из основных причин, почему это все произошло. Дело в том, что Мишель Фуко обнаруживает в себе, очевидно, не в это время, в это время ему что-то около 20 лет, произошло это, естественно, раньше гомосексуальной наклонности. А во Франции тех времен преобладало негативное отношение к гомосексуальности. Гомосексуальность осуждалась с моральной, этической точки зрения. И больше того, даже преследовалась полицией. При всем том, что, в общем-то, во Франции не было такого закона, что за это надо наказывать и прочее. И это еще закон о том, что гомосексуальность не является преступлением, во Франции был принят аж во времена французской революции. Но закон законом, а как-то он не очень соблюдался. И, как я сказал, тут больше даже имели место именно морально-этические соображения, нежели вот законодательные. Ну, полиция полиции, а дело доходит до того, что Фуко посещают какие-то суицидальные мысли. То есть у него даже возникает желание, и он совершает такую попытку покончить жизнь самоубийством. Ну, слава Богу, этого не случилось. Слава Богу, вот он выжил и прожил достаточно большую жизнь, но, ну, видите, я заговорил о гомосексуальности. И сейчас просто не могу не сделать отступление и поговорить на эту тему, ну, пообстоятельней, поскольку, ну, не буду забегать вперёд, вот давайте. Отступление первое. Давайте зададимся таким вопросом. Вот мы появляемся на свет. Ведь масса вещей, которые происходят с нами после того, как мы появились на свет, от нас, ну, совершенно никак не зависит. Ну, загляните в самих себя и честно скажите себе. Я вот на этот вопрос отвечаю так. Я не выбирал страну, в которой появиться на свет. я не выбирал своих родителей, я не выбирал своих братьев, сестёр, я не выбирал языка, на котором стану говорить. И ещё масса, масса вещей. Так оно получается в жизни. Ведь действительно всего этого мы не выбираем. И тут, если следовать за Зигмундом Фрейдом, то, собственно, где-то первые годы жизни, Фрейд по-разному это датирует, но пока в человеке не складывается его я, его самоощущение, вот, своё осознание, что я нечто автономное, я нечто отстоящее от этого мира, тем не менее, в общем-то, обязанное, или другой терминологии обречённое в этом мире жить. Но, когда это осознание своего я наконец происходит, только тут мы начинаем совершать какие-то выборы. И да, тут мы действительно кое-что из того, что нам вот так вот от природы досталось, можем как-то поменять. Мы можем поменять страну, в которой живём, мы можем поменять язык, на котором говорим. Ну, биологических родителей поменять нельзя. Тем не менее, ну, а что, случается в жизни такое, что вот разлад какой-то и прочее, и человек избегает, уходит от своих родителей, выбирает каких-то других, небиологических в данном случае, но, тем не менее, может всё-таки теоретически хотя бы совершить подобный выбор. А какая связь с гомосексуальностью? А ведь это на самом деле то же самое. Ведь никто из вас не выбирал родиться мальчиком или девочкой, да? Так оно получилось. А вот кто-то родился с такими вот наклонностями. И что делать, если общество этого не принимает, если это осуждается? И человек, естественно, если у него есть такие наклонности, если он это ощущает внутри себя, то он должен как-то приспособиться, то есть скрывать, утаивать и прочее и прочее. И это, естественно, очень и очень трудно и приводит к невероятным трагедиям. И тот же Фрейд рассуждал на эту тему, что если сексуальность человеческую подавить, то это изуродует его как личность. Другое дело, как эта его сексуальная ориентация должна быть реализована. И вот когда он находит способ ее реализовать, то он сохраняет себя как личность. Ну, давайте я тут, видите, раз уж я позволил себе отступление, позволю отступить еще дальше. Ведь существуют такие понятия, как вот гендерные особенности человека или гендерная его принадлежность и биологические особенности или биологическая принадлежность. И мы очень часто путаем эти понятия. ведь смотрите, биология это пол, да, то есть вот действительно биологически посмотреть на человека, раздеть его в конце концов, и каждому станет понятно, какому полу принадлежит тот или иной человек, тот или иной субъект. А вот гендер это социальная категория. И поэтому гендерные различия в собственном смысле слова или, ну, как их надо понимать, их нельзя характеризовать, скажем, генетикой или физиологией. То есть гендерная особенность человека это его самоощущение, принадлежность вот к какому-то типу, опять же, опять же, либо вот к мужскому, либо к женскому. Но не в силу какого-то биологического своего устройства или генетического наследственности, если хотите, а вот других каких-то факторов, которые обычно называют вот именно социальными. Но давайте еще я тут одну вещь вам скажу. Я начну сейчас развивать эту тему, но просто хочется сразу какую-то вот ясность внести, то есть чтобы не возникла потом терминологическая путаница. А терминологическая путаница это страшная вещь, она сбивает с толку. Ну, например, вот существуют такие слова, они обозначают какие-то явления. Вот гермафродит и андрогин. Не удивляйтесь, я сейчас объясню и то и другое слово. Ну, что такое гермафродит, все наверняка слышали, более-не-менее себе представляют. Это, в общем-то, существо, ну, бывает, родился таким человек на свет, что вот у него присутствуют одновременно мужские и женские, скажем, гениталии, там, еще какие-то вещи. Ну, название я люблю и с такой точки зрения к этому подходить. Слово гермафродит, откуда оно возникло? Ведь если бы это шло в соответствии с русским языком, то как бы два корня. Гермфродит, и там должна быть соединительная гласная О. Тем не менее, гермафродит пишется через А. Почему? А дело в том, что существовал такой греческий миф. То есть, видите, из каких времен еще это пришло. Имел место в этом мифе был такой сын Афродиты Гермес. Герма. Да? Часть этого слова, этот корень мы запомнили. Ну, этого Гермеса там воспитывали на горе Ида в Африде, ну, на яда его воспитывали. Короче говоря, вынорос такой юноша златокудрый, красивый, ну, загляденье просто. И вот, как-то он купался в отдых источника и вдруг разбудил страсть, страшную такую страсть, любовь у Саламатиды. А эта Саламатида была нимфой, ну, которая вот как бы содержала, жила, ну, олицетворяла этот самый источник, этот ключ, вот, в котором купался этот Гермес. И она, ну, так влюбилась в него и прониклась вообще такими чувствами, что, ну, что делать. Короче говоря, он не ответил на ее чувства и тогда безутешная нимфа, значит, обратилась к богам с мольбой о вечном слиянии, соединении с этим самым Гермесом. А поскольку Гермес сын Афродиты, то и получилось вот это словечко Герма Афродит, то есть Герм корень от Гермеса, Афродита, ну, так и осталось Афродитой, и вот эта Саламатида как бы вот вошла в этого самого Гермеса, и поэтому он стал вот таким двуполым. Но я произнес другое словечко Андроген. А что такое Андроген? Ну, давайте мы сейчас обратимся еще к одному человеку, был такой Брюс Бейджмилл. Это человек, который занимался проблемами гомосексуальности, и в 1999 году он выпустил такую книгу, которая так и называлась «Биологическое богатство, гомосексуальность животных и естественное многообразие». Я сейчас не стану рассказывать обо всей этой книге, но я из этой книжки, книги, выписал одну цитату, которую вот и помещу на своей доске. «Настоящее незнание биологии заключается в целеустремленных попытках найти репродуктивное или иное объяснение для гомосексуального, транссексуального или другого отличного от гетеросексуального поведения». Из этой цитаты, я думаю, вам уже понятна позиция этого Брюса Бейджмила. То есть он будет через всю книгу это проводить, что ориентация человека, человека, на самом деле он будет говорить не только о людях, а собственно любого живого существа, будем говорить о млекопитающих, хотя это можно и в мир насекомых уйти, еще куда-то. Так вот, эта ориентация отнюдь не всегда сопряжена, связана вот с биологией человека, вот с его полом. И вот именно из-за того, как рассуждает этот Брюс Бейнджмилл, что мы люди часто не понимаем этого, происходит трагедия, просто трагедия, когда мы кому-то навязываем некий образ жизни, ну, не соответствующий вот каким-то внутренним человеческим установкам. Ну, видите, я повторяюсь, человеческим, людям и так далее, хотя, как я сказал, в этой книге Бейнджмилл будет говорить не только о людях. И здесь просто, ну, хочу я того или нет, так оно само собой получается, ну, приходится углубиться в историю. И в историю, ну, давайте к Платону, хотя на самом деле тут можно не только к нему обратиться, ну, просто о Платоне мы уже говорили, кое-что знаем, это раз, а во-вторых, ну, от него просто больше, чем от других древних авторов сохранилось вот написанных текстов, и поэтому легче судить. ссылаясь на других, приходится там копаться в каких-то обрывках, каких-то крохотных буквально там цитатках и прочим, понять это сложнее, хотя, поверьте, и у других авторов, древних авторов, аналогичная тема тоже поднималась и дотрагивалась. Так вот, с точки зрения Платона, любовь к юношам не самоцель, а средство для восхождения к высотам теоретического познания. То есть, видите, как рассуждал Платон. И действительно, если мы обратимся к истории Древней Греции, Древнего Рима, то там отношения, однополые отношения, ну, были настолько широко представлены, что просто теряешься. Ну, об этом говорят и изображения, там, на вазах, всякие фрески и прочим, а особенно много материала было почерпнуто, когда начались раскопки Помпеи. Ну, там этого просто тьма. Ну, так получилось, бывал я в этих Помпеях, ходил там по этим раскопкам, там уже очень много восстановлено, можно видеть эти виллы, дома, в которых жили вот римские патрицы и прочие, и сохранились рисунки на стенах, это часто мозаики, там всякое можно увидеть. Ну, я даже для того, чтобы это не было так опять чисто на слова, давайте одну или две картинки приведу на своей доске. И Платон в своих диалогах создал просто вот такой яркий образ эрота, тирана. То есть, он считал, что вот эрот, что он как бы, ну, вселяясь в человека, тиранизирует его, то есть, вынуждает, подталкивает каким-то деянием вот такого рода. Ну, осуждал Платон это или нет? Из того, что я сказал вначале, и, в общем-то, читая его дальше, начинаешь понимать, что нет, не осуждал. Относил все это, ну, вот, к какому-то стилю жизни, какой жили вот древние. Ну, и тут интереснее всего будет обратиться к диалогу Пир, там просто об этом, в этом самом диалоге Пир, больше всего говорится на эту тему, хотя и в других диалогах тоже. Но тут опять не могу не сделать маленькое-маленькое отступление. Если кто-то читал вот эти диалоги Платона, там ведь их много, да, то, помните, я вам рассказывал про золотое сечение? То есть, золотое сечение это не только цифры Фибоначчи, не только вот некие там отрезки, о которых я вам говорил, а это вот некая точка, где заканчивается один отрезок и начинается другой. И вот именно в этой точке всегда имеет место кульминация. И многие художники это улавливали. Я вам даже примеры приводил, там вспоминал Азинштейна с его броненосцем Потемкиным и о других каких-то произведениях говорил, и мы, собственно, начали наш разговор о постмодернизме, так я в качестве примера выбрал фильм Ларса Триера, там тоже это присутствует, но до фильма мы еще по-настоящему не добрались. А вот сейчас возвращаясь к Платону, могу сказать, что вот этот пир в этих диалогах расположен именно в такой кульминационной точке, то есть это именно вот это самое золотое сечение. То есть почему Платон ставит свой пир именно в это место, потому что наверное для него это кульминация, самое важное. Это уже мы смекаем. Ну, я честно скажу, не знаю, было ли известно уже Платону о существовании золотого сечения или нет. Возможно и было. Но даже если не было, и я об этом тоже говорил, очень многие художники, писатели, философы приходили к нахождению вот этой точки, вот этого золотого сечения, не вычисляя, как это делал Фибоначчи, а чисто интуитивно. Ну, художник на то и художник, чтобы вот ощущать какие-то композиционные моменты и прочее. Всё, больше не буду об этом, но мне было важно это подчеркнуть, что вот пир расположен именно в этом месте. И, читая этот пир, мы, в общем-то, улавливаем, что вне всякого сомнения Платон разделял вот эти вот мнения, вложенные им в уста своих персонажей, потому что речи диалога отражают вот существовавшие то время, во время жизни Платона, суждения. И там, в этом самом пире, Платон рассказывает миф об андрогинах. Видите, про Гермафродита я вам уже рассказал, а теперь через Платона расскажу ещё об андрогинах, и вы поймёте, кто это такие. По Платону, так мы узнаём из этого пира, это предки, наши предки, предки людей, которые сочетали в себе признаки мужского и женского пола. Но не путать всё равно с Гермафродитом, потому что сочетание это носило совершенно иной характер. А ещё, о чём нам говорит Платон, что вот подобно титанам, андрогины были страшны своей силой и посягали на власть богов. И поэтому Зевс решил расправиться с ними. А как он с ними расправился, он их разрезал пополам. Я своими словами пересказываю Платона. И вот этим разрезанием, разделением пополам, он, значит, уменьшил Зевс силу и наглость вот этих самых андрогинов. То есть сделал её меньше вдвое. Так будет написано у Платона. А вот основа этого мифа или основой этому мифу служит введение в учении об Эросе. Было такое учение, а вот этот Эрос собственно и занимается тем, это из мифологии, что соединяет вот эти разделённые половинки андрогинов. Ну, сейчас я всё-таки должен сказать, ну, а как же выглядели эти андрогины? Ну, если мы будем читать Платона, то мы узнаем, что вот они имели округлое шарообразное или шаровидное тело, спина их не отличалась от груди, рук и ног было по четыре, на голове имелось два совершенно одинаковых лица, но лица эти смотрели в разные стороны. Наверняка вам попадались подобные рисунки, когда обращаешься вот к Древней Греции и к Древнему Риму, Рим просто заимствовал это у греков, то подобного рода, ну, фрески, в общем-то, практически не сохранились, а вот мозаики есть. Я попробую разыскать несколько таких в интернете, вот, надеюсь, что найду и выставлю на своей доске. А сейчас, ну, чтобы все-таки это было не просто пересказом Платона, то давайте, наберите терпения, я вам приведу цитату из него, довольно большую, но я люблю приводить цитаты. И так, каждый из нас половинка человека, рассеченного на две комбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой пародии, а женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно к этой пародии. Зато мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому. Уже в детстве, будучи дольками существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать и обниматься с мужчинами. Это самые лучшие из мальчиков и из юноши, ибо они от природы самые мужественные. Некоторые правда называют их бесстыдными, но это заблуждение. Ведут они себя так не по своему бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости, и пристрастия к собственному подобию. Тому есть убедительное доказательство. В зрелые годы только такие мужчины обращаются к государственной деятельности. Конец цитаты. То есть видите, к чему ведет Платон? Я, собственно, и с этого начал, когда заговорил о его взгляде на гомосексуальность. То есть по обычаям той Греции, древней Греции, в которой жил Платон, это вот был путь наверх, путь для осуществления, реализации карьеры и прочего. То есть вот так общество относилось к этому и Платон тут, в общем-то, не противился. Но у этой проблемы кроме Древней Греции, кроме Древнего Рима, есть еще и религиозный аспект, религиозно-христианский, я бы даже так сказал. И об этом аспекте, ну, следует поговорить особо. Но смотри, много рассказал, а тему явно не раскрыл, видите, начал с Мишеля Фуко, переключился на гомосексуальность, и даже в заголовке видео, видите, как написал несколько слов о гомосексуальности, а получается не несколько слов, но со мной, увы, это часто так, я не умею не отвлекаться. Поэтому давайте сделаем вот что, давайте я в этом месте прервусь, потому что религиозный аспект мне тоже хочется раскрыть, и тогда после этого мы вернемся к Мишелю Фуко, и очень многое из того, что сделал, написал Фуко, нам просто станет понятней, поэтому, видите, такое разросшееся отступление мне представляется обоснованным. Но, как сказал, чтобы не перетруждать, и не перегружать ваше восприятие, я здесь остановлюсь и обещаю, что очень скоро вновь появлюсь на ваших экранах и продолжу разговор и о Мишеле Фуко, и продолжу вот это получившееся таким длинным отступление. А сейчас давайте попрощаемся и обещаю, что скоро вновь явлюсь на ваши экраны. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok